Правила поведения журналистов предлагают прописать в Казахстане. О необходимости единого кодекса говорят представители Медиа Альянса. Документ, по их словам, должен регламентировать множество вопросов, в том числе взаимоотношения работников СМИ со спикерами, использование заказных материалов и применение в работе искусственного интеллекта. Нормативным правовым актом документ являться не будет. Тем не менее, разработчики надеются, что большинство представителей профессии инициативу поддержат. Мы часто видим такие вопросы, как распространение где-то недостоверной информации, либо преследование сенсаций каких-то. И на этом фоне мы видим, что не всегда где-то придерживаются стандартов этических норм. Здесь, конечно же, есть другая сторона медали о том, что для журналистов должна быть достоверная информация предоставлена источником, первоисточником. Это от властных органов. Больше двух миллиардов тенге выплатили владельцам сельхоз животных, погибших во время паводков. Об этом на брифинге рассказал вице-министр сельского хозяйства Амангалей Бердалин. Материальный ущерб уже возместили за 12 тысяч голов скота. Ведомство утвердило специальный алгоритм по возмещению стоимости животных. За время паводка эвакуировано около 140 тысяч голов сельскохозяйственных животных. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил авиазавод в Иркутске. Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью. Президенту показали цеха обработки деталей, сборки фюзеляжа, роботизированные участки и другие. Рассказали о перспективных нишах для современной работы. Прежде всего, это разработка пассажирских и транспортных технологий. Белорусы в этом не новички и уже поставляют российским партнерам. Комплектующие занимаются модернизацией и ремонтом авиатехники. Правительству Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу нарастить торговлю с Иркутской областью России в два-три раза. Мне надо новейшие технологии. То есть мы хотим быть вмонтированы. Ваши процессы по высоким технологиям. Это должно быть наше общее. Беларусь, Россия не должны делиться. Это как часто мы говорим, вот товар союзного государства. Слушайте, давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда разговоры исчезнут. Кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит. Российская Федерация ввела запрет на экспорт сахара. Председатель Совета директоров сахарного завода Кашо и член Совета директоров акционерного общества КНД Кант рассказал журналистам, сколько запасов сахара имеется в Кыргызской республике. По его словам, в данный момент в республике имеется 50 тысяч тонн сахара всего плюс примерно 30 тысяч тонн у импортеров. Также сахар есть у Госматрезерва. Председатель Совета директоров сахарного завода Кашо подчеркнул, что квота российского сахара составляет 28 тысяч тонн, но еще ни одну тонну оттуда не взяли, потому что достаточно своего. В Чили завершается строительство самой высокой астрономической обсерватории в мире. Она находится на вершине горы в пустыне Атакама, на высоте свыше 5,5 тысяч метров. Для этой обсерватории создана самая большая в мире цифровая камера с разрешением 3200 мегапикселей. Благодаря большой передней лензе диаметром 2 метра, она способна осуществлять детализированные снимки больших участков космоса. Вес устройства достигает 3 миллиона. Ученые изъявляют, что полученные изображения с миллиардами звезд и галактик могут раскрыть тайны Вселенной. Вести в эксплуатацию обсерваторию планируют уже к концу этого года. В течение ближайших 10 лет мы получим ответы на вопросы о возникновении планет. Результаты исследований могут сильно отличаться от того, что мы знаем о Вселенной сегодня. Мы находимся на начальном этапе изучения. Работа начнется со сканирования неба в 2025 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова